Мёд вообще полезная вещь. Натуральный мёд у меня. О полезных свойствах мёда Анатолий Шелинцев может говорить часами. Он пчеловод со стажем. Сегодня из села Крамалы на продажу привёз несколько сортов этого лакомства. За трёхлитровую банку просят полторы тысячи. Люди в основном картошку берут, дыну берут. Потому что на зиму заготавливают уже это всё. Всё на зиму. А капусту уже на засолку берут сейчас. Потому что поздняя капуста пошла уже. На ярмарке в основном представлена продукция местных фермеров. Цена рекомендована Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Так, килограмм картошки и капусты стоит 12 рублей, лука 15, моркови 16 рублей. На прилавках реализуется и урожай садоводов, которые они сдали в потребительский кооператив. В НКЦ организован склад, куда можно приехать и сдать свою продукцию. Мы уже приняли 4 тонны картофеля в потребительском кооперативе. Сейчас на продажу поступила и мясная продукция. Фермеры на ярмарку привезли говядину, конину, баранину, свинину. Попробовала. Очень вкусная. И колбаса вкусная. И сало копченое вкусное. Очень хорошо. У кого оборота нету, например, они же здесь покупают. Спасибо всем. Нравится музыка такая хорошая. Нравится. Еженедельно ярмарки проходят на трех площадках Нижнекамска. Это около торгового центра «Магнит» на улице Южная, на территории рыночного комплекса «Комета» и около Высовского рынка. Организация продажи сельскохозяйственной продукции будет осуществляться до марта следующего года. Ульяник Матулинов, Ахри Исламов. Новости НТР.